Сразу три района города остались без воды. Всему виной масштабная авария водопровода на Люсдорфской дороге. Почему не удалось быстро ликвидировать течь и что именно послужило причиной данного происшествия в сюжете наших корреспондентов. Сразу три района города, за исключением Суворовского района и Лен-поселка, остались без воды. Еще накануне, около полудня, водой стала заливать проезжую часть водопроводной улицы. Которая не только является одной из важных транспортных артерий города, но и улицы, по которой проходит другая, не менее важная магистраль – водопровод. Сотрудники Инфоксводоканала оперативно выехали на место аварии и в течение нескольких часов пытались ликвидировать течь. Одна из озвученных накануне версий причины аварии – рекламный щит, установка которого могла повлечь за собой прорыв коммуникации. Произошел прорыв водопровода по адресу Люсдорфская дорога 17. На место оперативно передали наши аварийные бригады. Мы сразу начали перескрывать подачу воды, чтобы локализовать эту аварию. Но, к огромному сожалению, мы не смогли оперативно приступить к земляным работам и к расходке, потому что рекламная конструкция нам не стала. И, в принципе, основную часть времени ушло на демонтаж этой конструкции. И в сегодняшний день работы продолжаются. К сожалению, система водопровода в Одессе закольцована. И нам на 100% не удалось локализовать и опустошить водовод для проведения ремонтных работ. Мы не хотели изначально закрывать весь город и лишать половину города воды. Мы пытались с квартальными задвижками эту проблему решить. Но, учитывая, что на этом водопроводе мы, на этом участке водовода мы не работали никогда. Поэтому такие сложности тоже в какой-то степени есть. Но мы, скажем, не смогли на 100% его опустошить от воды. Поэтому, к сожалению, вынуждены были сегодня приостановить до 20.00 работу насосных станций «Главная Южная». Поэтому у нас пострадали в данном случае жители Малиновского, за исключением Ленкоселка, Ирского и Приморского районов города. Любопытна при этом реакция городских властей. Ее реакции нет или почти нет. Потому как из всех служб отреагировало только управление рекламы, которая на следующий день в лице своего начальника Панусиченко лично прибыла на место аварии. Мы здесь для того, чтобы не было проблем с задержанными работами. Чтобы оказать помощь Инфокс-водоканалу в проведении ремонтных работ. Поступил сигнал, мы решили проблему, убрали одну конструкцию. Будет необходимость убрать вторую, уберем вторую конструкцию. Будет необходимость третью, уберем третью. А теперь минутка рекламы. Потому что именно реклама, вернее рекламный борт, установленный на месте, где проходят коммуникации, уже само по себе нарушение, да еще какое. И судя по тому количеству щитов, которые теперь управление готово снять в случае необходимости, которые ими же и было поставлено, таких нарушений здесь множество. Если даже данный щит, то давление, которое конструкция оказывала на водопровод, и не стали причиной данного ЧП, то, как говорят в Инфокс-водоканале, из-за того, что рекламу долгое время невозможно было демонтировать, было упущено время. Наша задача не рассуждать, а задача наша решать проблемы. Вот это даже смешно. Сначала чиновники нам проблемы создают, а потом героическим образом преодолевают, создавая эти самые проблемы нам. А может быть, господа из мэрии все-таки попробуют, но так, ради эксперимента, перестать устанавливать рекламу там, где делать этого нельзя ни в коем случае. Например, на зеленых зонах, снося при этом для будущей конструкции, мешающих установке деревья и клумбы. Или, скажем, там, где проходят коммуникации. Или хотя бы ставить в известность те учреждения, в виде некоторых эти самые коммуникации находятся. Просто чтобы потом, рассказывая в интервью о том, что все рекламные конструкции согласованы, не попадаться на откровенном вранье. Что касается Инфоксводоканала, то сотрудники предприятия делают все, чтобы уже вечером в домах одесситов вновь появилась вода. Филиал Инфоксводоканал сообщает, что в настоящее время с целью максимально быстрого восстановления подачи воды жителям города принято решение изолировать поврежденную часть трубы и отключить ее от общей системы водопровода. Ориентировочное время завершения этих работ и восстановления водоснабжения – 22 часа. Обращаем внимание, что с учетом отключения значительной части города может потребоваться дополнительное время для заполнения системы. И вода у некоторых потребителей в отдаленных от насосных станций районах может появиться позже указанного времени. После восстановления подачи воды аварийные бригады Инфоксводоканала продолжат локальный ремонт участка водопровода. На период ремонтных работ без водоснабжения останутся всего несколько домов вблизи места аварии.